здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию довольно таки простую но ловистую приманку которая называется зонкер незаслуженно и и обходят стороной довольно таки результативная хорошо работает и хорошая приманка давайте мы с вами свяжем я на крючок 8 номер отдел бусинку медную вы можете погрузить свинцом но я захотел такой вариант промажем немножечко клеем и закрепим будем крепить наш материал материалом нам понадобится не так много всего лишь вот такая вот такой кусочек шкурки который у меня был под руками и я решил его использовать проматываем цевьё доходим до загиба чтобы не проходить ниткой взад-перед я здесь же креплю часть материала я буду крепить свой материал не хромом который используется для изготовления спирали для электропечей можно медной проволокой леской как вам будет удобно подготовили теперь я креплю вот такой материал обыкновенная тесьма если у вас такого материала нет вы можете использовать даббинг или обмотать тело просто люрексом как я иногда делал крепим здесь же закрепили и теперь я в районе примеряя бусинки промотаю немножечко чтобы шарик мой не уходил вперед и было место для крепления меха закрепили вернули обратно и теперь я беру слегка промажу клеем место крепления моей синели и не забывая подкручивать ее и отгибать волокна я начинаю намоточку дошли до колечка здесь крепим материал теперь для привлекательности и для того чтобы соответствовало немножечко какому-то мальку который я хочу сымитировать я возьму совсем небольшую щепоточку красного меха писца вы можете использовать пряжу можно использовать синтетический материал любой вот такую щепоточку я взял и теперь я ее поделю на две равные части для того чтобы закрепить часть горлышко обозначить и частью хвостика вот мы берем крепим здесь и вторую щепоточку крепим горлышко имитируя наши плавнички приблизительно приблизительно где-то так приблизительно и 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 замазали клеем. Вот так. И теперь я возвращаю нитку к колечку. И мех буду крепить вот так, чтобы вам было видно. Вначале добавим капельку клея. И прихватим здесь наш мех. Прихватили. Не убираем нить. Переворачиваем наш мех вот так наверх. Рассредотачиваем так, чтобы было у нас симпатично. Сделаем спереди под мехом пару оборотов. И сделаем парочку накидных узлов для того, чтобы наша нитка никуда не ушла. Рассредоточили мех. Берем нашу проволоку, которую мы подготовили заранее. Делаем в этой точке парочку полных оборотов. Натягиваю мех. Для того, чтобы мне было удобно работать, его слегка можно намочить. А если нет, то можно вот так вот даббинговой иглой разводить мех. Главное следить за тем, чтобы наш мех не уходил куда-либо в сторону. И здесь я делаю два полных оборота. есть. И теперь с широким шагом, потому что у нас нет необходимости сильно прихватывать мех. Он у нас достаточно хорошо держится. Раздвигаем наши волокна. Вот так. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И наш зонкер, который, повторюсь, незаслуженно обходится стороной, готов к рыбалке. Довольно-таки уловистая приманка, которая напоминает очень хорошо малька, в зависимости от величины и размеров. Хорошо работает практически по любой рыбе. Желаю вам удачи, всего вам хорошего, до новых встреч!